Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ Игнатия Лапкина отцу Льву Лебедеву на его открытое письмо не потерять бы потеряевку. Часть 2. Продолжение. Вот в нашей газете репортаж, как батюшка в казино продулся в прах, но встал, грязу не заложил. Вот я в тюрьме передаю в камеру молодому ермонаху Зосиме Михаилу передачу уже более полгода. Сидит по обвинению за развратные действия в отношении малолетних. Вот у нас батюшка, отец Олег отсидел 6 лет замужеложество. Потом повесился, запившись. Это только вот тут, в Барнауле. И на прополую лгут. Гаремы завели. Я с прелюбодейками их пришел к архиерею, чтобы запретить это бэ. Но архиерей сам. Тайна. Не судите. Да я не сужу. Но церковь же это. Народ не кормленный, заморенный. А вы все новые книги пишите, историю вороша. Настоящая жизнь. Гангрена. Не церковь, а скотомогильник. Кто бы не вошел в храм любой. Крестись, причастись. Исполните-ка оглашенные языки. На деле, и тогда на равных поговорим. Слабо не выполните здесь. О вас не говорю. Не обижайтесь. Не знаю, как о вас. А везде все с копом. Оглашенные языки. Пока не выполните то. Еще ничего и не начато. Без этого и литургию дальше не ведите, отец. В моем доме пришли из баптистов ни один, ни два. И они священники и благочинные есть. Не худшие, а лучшие батюшки истинные. Московской патриархии, правда. Отец Лев. Я принимаю и вмещаю вас таким, как вы есть. Всего. И задача исправить вас, беседовать с вами по-братски, пока не держу, не пугаю, не угрожаю. Просто люблю вас за то, что вы есть. Но вы уже замахнулись на меня. И отлучить, запретить. Хотя за что и кто сделает это? Бросит камень первый. И что это даст? Хотя вы говорите, это не дает вам возможности проповедовать многое из того, на чем вы настаиваете. Отвечаю. Это может сделать только смерть. Никакие отлучения. Даже архиепископа Валентина не усмирили. А только оттолкнули и разрушили. Никакие запреты на отца Глеба не сняли с него крест. А то, что говорю я, даже помыслить страшно о том, кто сумеет запретить. Когда я говорю, ой, если бы наш русский народ нашел для себя уже переведенное Слово Божие до 1917 года. Перевод-то был сделан в 1876 году. А вот до народа-то он и не дошел. В церкви все та же засургученная тайна была, пока мужик сам не взялся толковать по справедливости с велами в руках эту жизнь. Мне чрезвычайно удивительно, что такой умница, как вы, даже это предложение называете ляпсусом. И я нахожу ответ. Отчего это? И говорю как бы другим, чтобы вас не обидеть. От нелюбви к людям это у вас. От плоского понимания истории, от незнания Духа, Евангелия и о Феофане Затворнике, его выдержку называете подлогом. Как бы вы ни толковали столь ясные слова святителя, но речь-то идет о понятности языка. Да, сделали ли это? Чего уж тут-то казуистничать. Но почему-то вы ни слова не сказали о решении собора 1917-18 года по правах русского языка. Вот мы всей общиной до единого человека согласны, просим своего архиерея дать нам специальное разрешение читать на богослужение Евангелие по Риме, Апостолу и Псалтирь. То есть библейские тексты по переводу Библии 1876 года синодальному и ни в какую, и те же укорительные слова, сектантский дух и прочее. Бедная Россия снова во тьму уходит. Слепые вожди слепых, нещадящие стадо. Пощадите народ, дайте ему хлеба, а не камень. Вот вы пишете, отчасти сначала непонятен церковно-славянский. Чего уж тут-то лукавить. Апостол Павел говорит, если войдет к вам незнающий, пойдет к ниц и скажет, истинно с вами Бог. Но возможно ли это там, где отчасти сначала непонятно? Миллионы на суде Божьем будут вопиять против тех, кто вместо церкви устроил магазин по продаже треп. Ужасно! Жульничество под рясой создали новую религию, полная обмерщенность. Вот вы были бы здесь, мы бы сейчас пошли в Покровский собор, тут 100 метров от меня. Постояли бы, на кинокамеру даже можно заснять. Неужели бы вы и тогда хотя бы слабый писк издали? Я просто сказал бы вам, прямо в лицо, вы страшный безбожник, если эту мерзость называете верой в распятого Христа. Хлещет улица через порог церкви, вошли, вышли, вошли, вышли. И кого не спроси, вот от крещения идут, лбы смочили там едва лишь. И из 50 опрошенных ни один не мог сказать, для чего он это сделал. Ужасно! Тысячекратно! Злые делатели скрыли Христа. Нео-христианство создали, а пастыри лгут. Но можно и без воды, у нас же экстремальные условия, как будто оп, пересохло. Все ложь! Одна ложь! Можно и песком присыпать даже слюной, и одной каплей воды, все же благодать, говорят они. Да полно врать от воды и духа. И не договаривают, что если малахи, заболевшего еврея, и крестили, в кавычках, конечно, песком в пустыне, то епископ ни во что вменил это, и пошли на Иордан крестить прозелита. Так, баптисты, не требует Бог служения рук и думает, что в окрестном знамении. А чему же так заносит влево всех? А все свою кастовую, коллегиальную чистоту блюдут. Когда я говорю о знании средним сектантам Библии, ее содержания, а они лучше знают, чем средние батюшки, то выводы тут не против знания Библии, а о том, что к знанию Библии нужно православное толкование, учение, которого и не дают батюшки. Им за то и отвечать. И никак уж не тот отсюда вывод, что если переведенная Библия дает знание ее содержания, то уж и уводит, будто бы, к сектантам, то скорее запретить на русском языке читать Библию. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило О воинской службе Приводят все пример Иоанна Крестителя Не сказал ли он им, не воюйте? Ответ Тогда можно было бы это еще до А я говорю вам И пример сотника, Деяния, десятая глава Это та же недомолвка, как с крещением песков Смотрим житие Корнилия за 13 сентября Оказывается, что он оставил свою службу То есть пошел в военкомат и дал отказ Стал проповедовать Казнен за Христа Вот этого-то Почему-то еще никто не говорил Полуправда хуже лжи И уж делать вывод, что если Кесарева Кесареву Значит убивать вполне допустимо, как вы пишете На фронте, конечно, для защиты Отечества А почему бы не ответить словами апостола Петра? Кого надлежит более слушать? Бога или Кесаря? Деяния 5.29 И вот в Откровении 20 главе 1 по 5 стихе О тысячелетнем царстве вы говорите Отец Лев как настоящий баптист Даже не ожидал от такого ортодокса Такого ответа Достаточно прочесть Андрея Кесарийского Всю толковую литературу На этот стих у Ефрема Иппо-Лита Римского Иеринея, чтобы сказать, что вы не правы Лев Савву вместе с крестившим его ягненком Анании Прочищается из одной чаши Исайя 11 глава Так это толкует из-за того уст А вы толкование о тысячелетнем царстве Отец Лев даете сектантское и еретическое Обудили каждого народа Второзаконие 32.8 Когда Всевышний давал уделы народам И расселял сынов человеческих Тогда поставил пределы народов По числу сынов Израилевых 1 Петра 2.9 Новые роты избраны Царственное священство Народ святой Люди взятые в удел Дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы В чудный свой свет Про Кремия 44.28 Только малое число избежавших от меча Возвратится из земли египетская В землю иудейскую И узнают все оставшиеся иудеи Которые пришли в землю египетскую Чтобы пожить там Чье слово сбудется Мое или их 12 глава 7 стих Я оставил дом мой Покинул удел мой Самое любезное для души моей Отдал в руки врагов его Псалом 118 57 стих Удел мой Господи Сказал я Соблюдать Слова Твои Так это Но все это Меняется Чего уж курилы не вернуть Японцам Это же их удел А Польша И Финляндия Чел Чей удел Чего же цари Гнули под себя И Чечня Афганистан Чей удел Кто демонами там был Думаю Что в Чечне Вы бы были Поосторожнее И в Афганистане Поскромнее Насчет нашего Удела В их горах А ведь туда Тоже Нужна была И присяга И не пряники Вранцы А по вашему Надо идти А если не идти То Где и когда Кто будет В каждом Конкретном случае Учить Новобранцев Павел Первый Готовя Казаков К захвату Индии Думал Как вы Думаю Что Это От того Что Когда Человек Перестает Быть Уделом Божьим Когда Говорят Об Освещении Оружия Генералы Грачевы Куликовы Громовы Тут Ясно Все Но Когда Говорят Простые Священники Которым И жить Не менее Ста лет И им Пора Думать О другом Деле У меня Возникает Вопрос Чего Же Они Лезут Какая Причина Не Считаю За окончательно Но Думаю Что Тут Просто Скрытый Грех И Нелюбовь К Богу И К людям Грех Туманен Взор Предзвятость Не дает Здраво Мыслить А злоба Вообще Отнимает Разум Говорит Исидор Пелуси Вот Пример Мы Беседуем Со Старообрядцами У Них Зациклено Все На Никоне И На Алексея Михайловича Всегда О том же И Когда Докажешь Им Что Рано Судить Суть Дела Еще Не До Как Я Люблю Закон Твой Весь День Размышляю О нем Заповедью Твоей Ты Садила Меня Мудрее Врагов Моих И Бо Она Всегда Со Мною Я Стала Разумнее Всех Учителей Моих И Бо Размышляю Об Откровениях Твоих Я Сведущим Боле Старцев И Бо Повеления Твоих Храню От Всякого Злопоти Выдерживаю Ноги Мои Чтобы Схранить Слово Твое Псалом 118 С 97 По 101 Стихи О 90% Твердо Верующих В России Которых Вы Приводите Когда Говорите О Репрессиях Ох Весьма Сомневаюсь О Твердости Веры Без Евангелия Без Проповеди Нет Дорогой Батюшка Тут Как Говорит Владимир Салаухин Не думали Мы Что Когда В 17 Году Залезали В чужие Дома В чужие Платья Что Меч Правосудный Через 20 Лет Опустится На Нашу Шею И Пойдем Считать Ступени В Лубянке Чем Объяснить Гибель Всего Народа Всего Наркомата Юстиции И Другое Вчерашние Палачи Пошли На Отчет Косяками Лавиной И Загадку Эту На Одну Шизофрению Сталина Не Откинешь Тут Больше Заморожено И Заканчиваете Мне Наставление Так Учиться Подклонять Гордую Выю Под Иго Послушание Сопорному Разуму Церкви Вот Тут Дословно До Буковки Что Говорил Всегда Мне Каждый Гедеон Иоанн Ладожский Чтобы Покинул Я Раскол Зарубежный Как Увещевал Меня Отец Дмитрий Дудко Это Ж Говорят Все Сектанты Нам На Небесах До Времени Пока Мы Не Примем Эти Не Примем Их Катехизис Веры И Что Интересно Великом Инквизиторе Федор Михайлович Достоевскому Братьях Кармазовых Великий И Мудрый Дух Дьявол Говорит Эти Те Те Ж Самые Слова Христу Мы Исправим Подвиг Твой О Мы Убедим Их Наконец Не Гордиться Ибо Ты Вознес Их И Тем Научил Гордиться Мы Им Позволим Грешить Тихо Умрут Они Тихо Угаснут Во Имя Твое И За Гробом Обрящут Лишь Смерть Говорят Что Ты Придешь Со Своими Гордыми И Могучими Но Мы Скажем Что Они Спасли Ли Самих Себя А Мы Спасли Всех Я Дьявол Ушел От Гордых И Воротился К Смиренным Мы Разрешим Слабосильной Природе Его Хотя Бы И Грех Но С Нашего Позволения Страница 322 5 Москва 63 Год Часть 1 2 А Ведь Всего То Я Издал А Всего То Я Задел 3 Темы И Вы Полностью Меня Уже За Борт Веры Православной Выкинули Заканчивая Своё Письмо От По Прокурорски Хотя Бы На Словах И Споведуйте Все Таки Святой И Апостольской От Церкви Когда Я Вёл Беседы Проповедовал В Десятках Школ Это Ещё При Брежневе Запрещалось А После 1987 Года Можно Было И Местный Благочинный Чекист Подговорил Людей Написал Статью В Краевую Массовую Газету И Написали Бросскую Статью Кто Ж Такой Игнати Лаптин Показывая Что Я Не Православный Я Подал На Газету В Суд Но Ответчиком Были Местные Глушители Они Не Постеснялись Угрожать Потом Помчались В Москву Консу Дмитрию Дудко И Он Прислал Заберите Дело Из Суда Ослабели Выйти Пред Зрителями Чтобы Доказать Какая Вера Есть Православная Сникли Слиняли А потом Уже По Одному Подписанты Стали Подходить И Просить Прощения Что Это Девять Дьявол Попутал И Настоятель И Такое Было Несколько Раз Только В Этом В 1995 Году Я Провел Несколько Встреч С Курсантами Высшего Летного Училища Это Несколько Сот Человек Молодых Решили Открыть Предмет Мировое Искусство Христианская Этика Пробные Встречи Показали Чрезвычайный Интерес Молодых Ребят Но От Местного Архиерея Согласование И Зарубежникам Тут Делать Нечего Тогда Я Сказал Все же Добейтесь Чтобы Они Сами У вас Вели Занятия А Вот Тут Они И Не Пошли Слабо Я К Священникам К Архиерею Пошел Связной Патриарей Назначенной По связи С военными МВД Тогда Архиерея Идите Благословляю Только Чтобы Нашу Святую Матерь Церковь Не Поносили Вот Так Они Обложили Меня Со Всех Сторон И Я Ж Не Поноси Их Хотя Я О них И Не Говорил Все Перевернулось И С Таким Видом Вы Мне Вложили Ваши Такие Ж Точно Эти Слова Последние Пока Это же Прислал И наш Епископ Евтихий Стандарт Трафарет А дальше Этого Не идет Дорожка Продолжение Следует Третья Таким Третье Третье Третье